И в очередной раз здравствуйте, дорогие друзья! Зрители, это Юля, Юля, это зрители. Прошло всего лишь полторы недели после, мягко выражаясь, неудачной поездки в Казахстан. Сегодня 14 декабря. И сегодня вечером мы должны вылететь в город Баку, где проведем один день. И завтра к ночи должны быть уже в одном, как мне кажется, из лучших городов мира в плане туризма в городе Стамбул. Краткий план. Сегодня ближе к полуночи вылетаем в Баку. Пол четвертой ночи по бакинскому времени мы прилетаем в Баку. И в принципе у нас есть полностью световой день, чтобы посмотреть город. И в половине девятого из Баку вылетаем в Стамбул. В Стамбуле мы по местному времени будем в 11 часов вечера послезавтра. Заселимся в квартиру и проведем непосредственно в самом Стамбуле три дня. Да, я был уже в Стамбуле три года назад, но это был летний, жаркий и знойный Стамбул. Этот же Стамбул будет совсем другим. После Стамбула мы вылетаем в город Конью. Это самый религиозный город Турции. И один из самых древних городов мира. Ему 9500 лет. Пробудем там буквально один день, переночуем. И днем следующим попробуем автостопом добраться до Невшихи, точнее до Гереми, до национального парка Каппадокия. Ну там не так долго ехать, там около 250 километров. И в Каппадокии у нас, а сколько у нас в Каппадокии? По-моему, аж целых шесть дней. Ну, помимо Каппадокии, наверное, оттуда еще попробуем выехать до Эрджиаса. Это вулкан, он же одноименный горнолыжный курорт. И, собственно, благодаря ему и образовалась Каппадокия. Ну, хотя бы один день хотелось бы провести там. Так как погода для Турции в этот раз довольно-таки прохладна. В Стамбуре сейчас небольшой плюс, а в Кони и Каппадокии такой довольно-таки стабильный минус. Ночью минус 10, днем минус 2, минус 4. В общем, посмотрим. Главное, чтобы дождя не было. Все, поехали. Командиры. Никто я качалку. Такие взяли километры. И мы в аэропорту Гидара-Алиева. В столице Азербайджана, в городе Батку. Очень красивый аэропорт. И что касается первых впечатлений об авиакомпании Азал, ну, крайне приятно. Так, на секунду стоимость перелета у нас 3300 рублей. Это за оба рейса Москва-Баку-Баку-Стамбул. Но при этом у нас на рейсе еще и покормили. Но при этом сам самолет, это 757-й Боинг, старый, с ЛТ-телевизорами и с пепельницами в подлоконнике. Сейчас время было 5 утра, и мы ждем автобус. Ночь он ходит раз в час, отправляется от терминала прилета, от аэропорта. И проезд на двоих, мискарчик стоит 2,8 монота. Билет можно купить на автобус сразу при выходе из терминала прилета, сразу справа, где-то. Но там только на азербайджанском языке. А такси, читал в интернете, что, ну, как правило, нужно торговаться, и за 20 моноток можно, в принципе, уехать в город. Нам предлагали за 15. Так что, в принципе, за 15 вполне реально уехать до центра города. Это где-то в районе 700 рублей. Ну все, мы сейчас ждем кофе, автобус, едем в город. Вот, автобус сразу по выходе из терминала прилета. Экспортивный переход. А это мы, замерзшись по делу в приходе. Баку, первое впечатление. Мягкий климат. Дубак страшный, ветрища, не знаю, прям с ураганными порывами. Где-то плюс два, да? Плюс два, но ветер очень сильный. Влажно. Коммерть 15. И мы идем к морю. Там, наверное, еще более ветра. Ничего не видно, но чтобы понимать масштабы ветра. Очень неприятно, забывает. И вообще на улице мало приятного. Кроме нас здесь, по-моему, пара полицейских ходит, и все. На всем Бакинском бульваре. И то за нами, наверное. Да-да, скажем. Ненормально. Очень хорошо. Но зимой. Такую погоду будет. И кто-то сказал, нет, нет. Я еще подумал. В Баку, то есть в Стамбуле-то относительно тепло будет. Сейчас на мне все самое теплое, что у меня есть с собой. И мне холодно. Юля в двух пуховиках. Молодец. Жалко, что не в трех. В общем, я даже не знаю, что показывать. Темно, ничего не видно. Вот там площадь государственного флага. Куда мы идем? Надеюсь, мы увидим все-таки флаг, который весит 350 килограммов. Там бакинская телебашня. Наверняка ее не видно в камеру. Что-то строящееся, похоже на Сиднейский оперный театр. И, наверное, самая главная достопримечательность Баку. Символ это башни огня. Которые тоже ни хрена сейчас не подсвечиваются. В общем, ничего не видно. Но летом здесь в любом случае очень должно быть хорошо. И даже несмотря на то, что сейчас зима, в принципе, половина деревьев зеленые. Потому что хвойные. С погодой, да, как-то. По идее, сейчас должно быть тепло. По факту, хотя очень странно, насчет воздуха мы бы еще поспорили. Так как лужа замерзает. Тепло ли тебе, девицы? Тепло ли тебе, синие? Мы, в общем, дошли до площади государственного флага. Все протрогли. Время 7 утра, по-местному. Вот, видимо, бублик нас спасет. Завтрак. Ну, как-то пицца, чай, кофе растворимый. Черт, челочный, похолова. Но обошлось все меньше, чем 150 рублей. Какой бублик. Здесь тепло. Завтрак. Гороче у нас. И с 7 утра работает. Светало. Ласковый ветерок продолжал трепать за окном арматуру. Значит так, друзья. Пока нас все не было. На улице развело. Но приятнее от этого не стало. Хотя, в принципе, красиво. Хоть влажно, сыро, но... Как бы... Бульвар, да, набережная. Ну, конечно, не тот сезон. Но прекрасно. Нашли мы на площади государства Нового Малага. Флагшток считался в то время самым высоким. До того времени, пока в Душанбе не повесили флаг Таджикистана. Флаг Азербайджана, который висит на площади государственного флага, весит 350 килограммов. И было несколько раз, когда из-за сильного ветра его спускали. И вот, видимо, мы попали в очередной такой раз, когда он просто здесь не висит. Вот противник. Вот, кстати, доказательство того, что здесь не должно быть так холодно, как сейчас. Так как здесь не только хвойные, но и не хвойные растения вполне себе такие зеленые растут. Рядом с площадью государственного флага еще находится кристальный зал. Я не знаю, видно или нет. Вот такой вот там зданица. Построили его к проведению Евровидения. Ну и отныне он, наверное, самый главный концертный зал в Баку. Так, вот, собственно, Тауэрс оф Лэйм. Башни огня, пламени. Возможно, вечером мы все-таки увидим представление огня на них. В чем я сильно уже сомневаюсь. И вообще не уверен, что меня сейчас слышно при таком ветре. Не, ну, однозначно, ребята, Баку надо увидеть, но не зимой. Надо ехать летом. Или хотя бы какой-нибудь май, сентябрь, наверное, вообще идеально. Ну, в принципе, для 15 декабря очень даже зелено в городе. Колесо оборзения. Нет, слушай, я не могу открыть. Держи. Держу. Слушай, я не могу. Мы здесь все умрем. Так, технический перерыв. А, все, пошло. Вот это запах пошел. Давай ты перерыв. Че, бормота? Ну, я не разбираюсь, но вообще... Пьянки ради, здоровья, согрева для. Ну, хлебушек дать? Съедобно. Хлебушек дать? Нет. Не знаю, мне надо дать. Нет, сначала ничего, потом догоняет. Хлебушек приготовил себе. Еще подождать. А что ждать? А ты себя чувствуешь? Нормально. Такая гадость. Из чего они ее делают? Из винограда? Ой, с боку. С утра выпил, и сей свободен. На алкоголе не надо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зашли в кафе. Прямо, в самом начале старого города. Сверху от старого города. Бизнес, значит, такой... Пять монад, 150 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с Има Магомаева. И мы практически в старом городе. Или по-местному Ичири-Шихир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Айран, два моната. 60 рублей. Все удовольствия. Такой вот вход в бакинское метро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы туда и пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, самое главное, просто туристовлика морально какого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Улица Сабира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, будете подниматься, поднимать, улица Сабира. Сабира вписатель, запомните просто. Хорошо. А внизу упал очнулся гипс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь... Михаил Светлов. Здесь по прямому, если пойдете, любите фотографировать. По прямому, если пойдете, метров 150-100. Там мечи стоит. Десятый век. 1079 год. Он нас смотрит. У нас настоящий, да. Лучший. Вы даже не трогали. Он, посмотрим. Спасибо, с уроклипами там. Санинами. Шикарное место. Нужно, как говорят. А намаз во сколько? А? Намаз во сколько? Намаз здесь 6. Ну, и че мы пойдем? Да, 6. Ладно, спасибо. Здесь 2-3 мечи. Да, разные. Угу. А вот здесь герой Юрия Никулина падал и говорил, чёрт побери. Ты что, глухо не мой? Да! Надеющая башня, за сколько-то монат на неё можно подняться, но смысла в этом я особого не вижу, тем более в такую погоду. В Стамбуле ты будешь слышать четыре раза в день, в том числе и ночью, из множества мечетей вокруг. Не, ну хотя в этом, в районе Галаты, в районе Сикляль там нет, там немного. В Султанахмеду там да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну сухо. Это да. Откуда? Подмосковье. Да. 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 Взошли в Мьюз кафе в старом городе. Восколько мы поим в старом городе, цены в кафе где-то в раз в три точно выше, чем в остальных местах вне старого города. Да, да, да. Вне туристических местах. Да. Ну для нами посидим, в кальянчике, и потом уже поедем в аэропорт. Вот как-то так Баку прошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сыро, очень холодно опять. Ничего не изменилось. Мы пойдем посмотрим метро. Погреемся. Да. Так, нам автомат нужен. Это, да? Вот сейчас будет сложно. Нам две карточки и проезд на метро, и доехать до аэропорта. Продолжение следует... Вот этот впереди вроде как парламент здания. Бакинский бульвар. При свете дня, но все при той же погоде. Правда ветер поменьше, но снега побольше. На списке моря, чайки, утки. Башни пламени, я не знаю, видно на камеру нет. Все в тумане, в облаках. Да, просто сыро. Мы сейчас, наверное, уже в аэропорт. Впечатление Абаку. Город красивый, особенно здание зеленый, несмотря на то, что зима, потому что много хвойных деревьев. Но кайфа получить такую погоду практически нереально. Надо ехать летом. Ну, по крайней мере, хорошую погоду. Так что... В аэропорт. Быстрее, в Стамбул. Ну, значит, в Стамбуле погода, видимо, такая же. В аэропорт. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok